Короче, я увидела это видео, и мне оно понравилось. Жанна вышла замуж за итальянца. Уехала в Европу 13 лет назад. Но почему-то не вышла замуж за Васю, Кирилла, Костю. Я уже не знаю, Жанна, как-то не патриотичненько. Ни один российский мужчина не как бы простит тебя. Ты должна была впахивать 13 лет. Глубоко-глубоко впахивать. И рожать, усиленно рожать. Как в церкви говорят, мало рожайте. Потому что когда умирает один-два сына, жалко, если было десяток. Ну так вот, короче, она уехала в Англию. Вышла замуж за итальянца. Или в Европу, короче. Потом она развелась. Вот она вышла замуж. Потом она развелась. Жила какое-то время в Лондоне. Я не поняла, где она гражданство получила. Может, у нее гражданства не было. Не написано, что она гражданка какой-то страны. Короче, по-моему, она из Самары или Саратова. Сейчас посмотрю в конце. Самара, да. Короче, она вернулась. Вот. Она молодец. Вот эта Жанна молодец. Она вот в итоге вернулась на Россию. Вот все россияне. Делайте как Жанна. Все россияне. Если вы находитесь на территории не РФ и вратуетесь за Россию, делайте как Жанна. Пожалуйста. Жанна теперь живет на России. Она наслаждается Самарой, на своей родной земле. Помогает спецоперации. Значит, в одном месте было написано, ну, как бы все патриотичненько, все понятно. Но в серединке, там вот если пора листать, то будет где-то написано. Ага, вот, вот тут. Мои украинские подружки. Вот написано. В один день забыли русский язык. Как удивительно. Как удивительно. Их убивает русский. И они забыли русский. И практически перестали общаться. Лично, да. Значит, сейчас будет момент такой прикольный. Я почти каждый день вступала в словесные схватки с теми, кто обвинял русских во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. И постил у себя правдивую информацию о ситуации на Украине. Я хочу сказать, она поругалась с украинскими подружками, которые живут в Украине и которые видят вот то, что происходит. Она, живя в Лондоне, постила у себя на страничке правдивую информацию, которую она черпала не с Украины.